консоль патролл привет ретро консольщики я сейчас нахожусь нижнем новгороде но нахожусь не просто так я сюда специально приехал ради того чтобы посетить магазин дэнди здесь за углом находится тот самый магазин пойдемте посмотрим и и и и и и и Итак, друзья, мы находимся, наконец, в этом замечательном месте. И, если честно, глаза у меня уже разбежались. Но вот Павел, директор этого магазина, нам сейчас приведет небольшую экскурсию. Добрый день, Павел. Привет. Ну, для начала я бы хотел задать парочку вопросов. А почему магазин называется Dendy? В начале 90-х годов была такая фирма Stipler, которая производила игровые приставки Dendy. Ну, в России, первая в России очень популярная приставка была. И у них была сеть фирменных магазинов, которая так и называлась Dendy. То есть, по сути, этот магазин является продолжением дилерской сети? Ну, да. Продолжение дилерской сети. Мы уже давно не дилеры, как и Stipler давно нет уже. Но вот каким-то непостижимым образом магазин остался в Dendy. Магазин открылся в 94-м году. Он работал, ну, метров 200 отсюда. Ну, потом нам пришлось переехать вот сюда, и с 2007 года мы уже вот на этом месте. А когда вы начали менять ассортимент? Ведь я так понимаю, что в 90-е годы это был ассортимент Stipler, да? Да-да-да. Ну, Stipler в конце 90-х, где-то в 98-99-м уже загибался потихоньку. Потом канул в лето. И мы уже выходили новые приставки PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3. Получается, что вы решили остановиться именно на ретро-тематике, что я здесь не вижу PlayStation 5. Потому что нам интересно то, чего нет у других. PlayStation 5 – это все авито забито, все, пожалуйста, видео там. Хоть оно и дефицит, но, пожалуйста, при желании можно приобрести. А кто является вашими покупателями? Живые покупатели, которые приходят в магазин, это, конечно, в основном, основная масса – это местные жители. Но бывает, особенно летом, это туристы из других городов. Бывает, за какой-нибудь эксклюзивной вещью приезжают специально. И много таких эксклюзивных вещей? Эксклюзивных вещей? Ну, смотря как считать по-разному. Но мы же сегодня на них посмотрим? Обязательно. Отлично. Для начала начнем, конечно же, с 8 бит. Ведь Stipler же начал с 8 бит. Ну да, конечно. Что есть по 8 битам? 8 битные есть и приставки, и картриджи. Картриджи есть, вот, новодельные. Это тут все, что выпускается, практически все у нас в наличии. Я вот вижу, есть NES. Так, а вот здесь вот я смотрю уже что-то на японском такое. А это японские, это то, с чего скопировано Dendy. Это с игровой приставки Famicom, Nintendo Famicom. Это фирменные картриджи, даже не из 90-х, а с 80-х годов, с конца 80-х. То есть, все это из Японии, с японским духом. Да. Картриджи для Famicom много. А есть какие-нибудь эксклюзивные, ну не знаю, золотые, например. Золотые. Да. Есть золотые. Вот, смотрите. Ух ты. В таком цвете было пару картриджей, вот, ну, на моей памяти. Еще Xenius 2 был, вот, и вот этот вот. Прозрачный бывает. Прозрачный? Да. Ничего себе. Саламандр. Многие спрашивают, там, а на микросхемах игра? Я говорю, да, на микросхемах. Вот здесь сразу видно, ничего. Все видно, и такая интересная прозрачная блужечка. Здорово. А если какие супердорогие, спросите, то вот, например, вот, Косклевания. Ух ты. Ну, о картриджах мы поговорили, а на чем играть? Собственно, самые консоли-то есть? Конечно. Какие? Консоли. Начнем с самых обычных. Это новодельные, там, типа Dendy, совместимые с Dendy. Есть более фирменные, это Nintendo Famicom. Вот, это старого формата, с которого, собственно, скопированы Dendy. Вот, есть AV Famicom. Это вот этого формата картриджи. Есть NES-овские, вот эти серые картриджи, вот это приставка NES. Консоль-канас, да. Так, и есть и Disk System, я вижу, да? Famicom Disk System, да. Так, его нужно ставить вот так, вот эту сверху. Сюда приставка, сюда сверху оперативка, еще насаживается вместо картриджей. Сюда диски вставляешь и поехали. И сами диски есть? Ну, один. Один, один, где-то есть там. Это не комплектная, есть еще комплектная же, да, получается? Я вон там вижу коробочку. Famicom, да. Famicom есть комплектный в коробке. И даже Famicom Mini есть. Да, Famicom Mini, это юбилейка вышла. Да, да, да. Вот, не все знают. У нас Super Nintendo выходила, потом NES Mini выходила, а в Японии выходила Famicom Mini. И там же такие маленькие джойстики. Да, маленькие, вот такие, вот такие, вот играть надо. 16-битный формат у нас был представлен Sega и Super Nintendo. Вот что из этого есть? И Sega есть, и Super Nintendo есть. Если кого интересуют оригинальные картриджи, вот целая витрина оригинальной картриджи для Sega. Полнокомплектная? Полнокомплектная. История в Торву, кстати, вот, всеми любимой. С книжечкой. Бывает у нас японский, бывает американский, поем-то Азис. В настоящее время европейский. Европейский, ага. Так, ну и чуть-чуть пиратки, но я так понимаю, что это для ассортимента, наверное, да, так сказать? Да, да, да. Нет, у вас свои клиенты на пиратку есть, люди приходят, спрашивают. Конечно. Потому что это достаточно дорого. Тут есть и витрина со сборниками, и витрина с одиночными. Какие Sega консоли? Sega консоли? Ну, естественно, есть новодельные. Это они просто обязаны быть в продаже, потому что дешевый вариант всегда должен быть какой-то альтернативный. Более дорогие вот в той витрине у нас. Из лицензионных приставок, значит, Sega Genesis 2. Ну, Master System это 8-битный. Да, Master System я вижу. 8-битный, да. 16-битный вот Sega Genesis 2, Genesis 3. Кстати, я думал, это пиратка сначала, а это на самом деле фирменные изделия. Ну, по этим консолям все понятно, а есть что-нибудь такое эксклюзивное, как мы любим. Эксклюзивное? Да. Ну, можно достать, показать. Для себя держу. Эксклюзивное. Никому не показываю и вам покажу. Наверное, многие знают байку про таиландские склады. Когда купили таиландский склад, открыли, а там он полностью забит сегами, новенькими. Вот. Многие считают это байкой, а кажется, это не байка. Вот, пришла посылка с Таиланда. Открываем. Вот там. Прямо как в магазине Дэнди. Один в один. Когда-то. Мечта, мечта нашего детства. Когда я пришел работать, 310 тысяч стоило. 310 рублей теперешних. Потом она до 700 плавно дошла. Потом они пропали из продажи. Тяжеленькая. Ну, она, кстати, не такая тяжеленькая, как европейка. Нет, по сравнению со современными. Современные они там, что там, вот такая вот маленькая платка. Она вся пустая внутри. Это потяжелее. А европейки и американки еще тяжелее. Прям даже страшно в руках ее держать. Если не секрет, сколько стоило? Слушай, не помню. Ну, около десятки что-то вот тогда. Что-то дешево вообще. Нет, уже не дешево. Первые, которые я увидел, я думал, это какой-то развод на ebay увидел. Они по 3 тысячи вообще были. Ничего себе. Видимо, еще не раскусили, да? Нитендо тут все фирмище, конечно. Конечно. Пиратки нету? Пиратки нету. Нету. Так, вообще пиратка выходила, и во времена Стиклера еще мы это закупали, и пиратские были картриджи. Были, да? Ну, кстати, по цене почти как фирменные. Ну, видимо, потому что их мало было. Из дорогих что, вот Зельда, Турикан, кстати, это редкий, очень картридж. Зомби съели моих соседей. То есть, секретов мало, если РПГшки кому, викинги, ну, Батлтоц. Поиграть есть во что. А сами тушки, я вот смотрю, там есть? Да, Супер Нинтендо, потом Супер Фомиком у меня там в чемоданчике лежит. А что за чемоданчик? Что за чемоданчик? Да. Это чемодан для хранения приставки. Мы, вот, для наглядности, вот так вот продемонстрируем. Тут жорстики. Ну, как чемоданчик для дрели такой. Да, для перфоратора. И вот, поиграл, закрыл, поставил. Он, я так понимаю, продавался отдельно, да? Да. Отдельно. Отдельно продавался, потому что сама Супер Фомиком была в коробке картонной. Это для переноса. Там. Ну, не только для Фомикома были такие штуки. Для геймбоя у нас есть. Вот. Ну и для других вещей. Для хранения картриджей тоже есть такие штуки. Раз уж мы заговорили о геймбое, я думаю, надо поговорить о прототипках. Вот я вижу здесь несколько аж вариантов геймбоя. Причем здесь есть и классический геймбой, и адвэнс есть, и колор. Все в наличии есть. Ну, практически, да. Какие-нибудь эксклюзивные вещи есть? Эксклюзивные. Так. Ну, значит, натуральный геймбой – это серенький. Потом вот эти более редкие вещи – зеленый, красный, черный. Тоже. Что еще? Так. Геймбой Color. Это геймбой адванс. Ну, эксклюзивные они бывают. Ну, вот золотого цвета, например, в коробке. Интересная вещь. Вот эти вот стоят с топочкой. Это с Famicom переделанная серия картриджей, переделанная юбилейная на геймбой адванс. А можно их посмотреть поближе? Секунду. Так, и что это такое в таких маленьких коробочках? В маленьких коробочках – это переиздание классических игр на Famicom. Юбилейное издание, которое выходило на геймбой адванс. Это точная копия коробочек. Вот, натурально, если коробка вот такого размера, и там внутри картриджи Famicom, то здесь вот такая же картонная уменьшенная копия, а там внутри геймбойский картридж. Так, ну, мы про 8-битки и про 16-битки поговорили. А есть что такое вот эксклюзивное для 8 или 16-бит? Да полно. Например? Например, для 8-битных, например, есть мотоцикл, есть робот. Робот? Робот. А давайте посмотрим. Давайте. Прикольно, это для Famicom, да? Да, для Famicom он выпущен еще лет 35, наверное, назад. В 85-м, по-моему, году, что ли. А что он делает? Ну, особо функций много у него нет, для него вышло всего две игры. Кстати, обе вот у нас есть. На одной игре он там просто тупо берет, ну, как шайбочки такие, пластмассовые, и переставляет их на другое место. Ты задаешь джойстиком команды на телевизоре, там человечек ходит, там клетки нажимает, а робот повторяет твои движения, которые ты там задал на телевизоре. То есть, такие игры довольно простенькие. Ну, игры простенькие, да. Управляется нужно с джойстика. Да, управляет с джойстика. Причем он работает еще на старых только кинескопных телевизорах. А что за мотоцикл? Мотоцикл... Ну, тоже для Фомикома такая штука интересная. Вот, надувной мотоцикл. Надувной? Да, с ним плавать не надо в бассейне. Его ставишь на пол, садишься на него и подключаешь вместо джойстика разъемом, обычно дендерским. Можно к денде, кстати, подключить. И поехали. Ставишь игру, естественно, она в комплекте. И поехали. Это тормоз и газ. Надо же. Все, поехали. Рулишь, наклоняешься, наклоняешься. Вот слышишь, там шарик перекатывается, как гироскоп работает на наклон. Интересно. Ты наклоняешься, он поворачивает. Не забудьте в комментариях написать про резиновую женщину и безалкогольное пиво. Он такой, не очень большого размера. Ну, это детский такой, да. Ну, конечно, для детей сделано. Ну, мы уже поговорили про 8-бит, про 16-бит. А есть следующее поколение консолей? Следующее? Которое на дисках, видимо. На дисках, да. Ну, конечно. Конечно. Есть. У Sony выходила PlayStation. Значит, у Sega выходила приставка Saturn. Он тут и серая, и белая есть, и в коробке, если надо. Потом в 3DO выходил Panasonic, Gold Star. У нас вот Sony 3DO есть. Там вот. А я вижу, Dreamcast еще есть. Dreamcast есть. Sega, это после Saturn, это уже Dreamcast был. Угу. Вот. После Dreamcast Sega, к сожалению, все загнулось. То есть, фактически все поколения консолей здесь представлены? Да. Да. Мы дошли до PlayStation 3, собственно, и на этом решили остановиться. И так. Четвертую под заказ привозим иногда. Ну, это неинтересно. Ну, так как ассортимент постоянно меняется, да, поэтому и консольки все время то приходят, то приходят. То одна есть, то другая, там вот это. Dreamcast нет, он придет, потом это купят, там, ну, вот так вот все. А вот эту всю красоту где можно посмотреть и купить, чтобы не приезжать к вам в магазин, а, допустим, через интернет заказать по почте? Ну, можно, можно, конечно. У нас есть группа ВКонтакте, где все это выложено по мере возможности. Бывает, что-то не успеваю оперативно изменить. Ну, в основном на 95% все совпадает с реальностью. Вот, группа ВКонтакте работает, можно заказать и по почте или транспортной компании отправлю. Ну, мне кажется, мы сняли все, что могли, потому что вообще все снять это нереально. Это несколько дней здесь нужно сидеть. Но, в принципе, нашу консольную инспекцию ваш магазин прошел. Единственное, есть одно замечание. Где вывеска? Вывеска. С вывеской произошел несчастный случай. Провисев 20 лет, она под глыбы льда взяла и упала. И хорошо, и хорошо. Чтобы следующее наше посещение, вывеска была на месте. Обязательно. Вот, в благодарность мы дарим вот такой небольшой сувенир, календарь нашей группы с мини-консольками, которые выходили. О, спасибо, в ответ. Супер, это же слоненок Дэнди, вы как его посмотреть. Ну, теперь будет мне из чего чаек пить. Спасибо, до новых встреч. Все, спасибо вам. И вам, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok